Человек-Зет с Сергеем Михеевым Ну, во-первых, наверное, потому что это наш собственный жанр, который пришел в голову именно нам непосредственно. И в первую очередь зачем? Ну, потому что это нам интересно, во-первых, для себя, во-вторых, нам это интересно показывать для той аудитории, которая нас смотрит, слушает, это альтернативная точка зрения, которой сейчас в мировом пространстве информационном нет. И то, что мы ее можем, собственно, показывать наглядно и делать это для той аудитории, на которую не может влиять наша российская медиамашина, я думаю, что это, наверное, наша основная мотивация. Насчет той аудитории. До той аудитории как-то что-то доходит, потому что понятно, что здесь очень такие ценные вещи, которые, по идее, должны стать, но могут стать, скажем, центром информационного скандала. Вы же, наверное, как-то следите за этим. У нас это хорошо известно, у нас эти ролики раскручены, как бы, да, люди смотрят, да, им это интересно. А до той аудитории-то это доходит? Вот, грубо говоря, вот все эти проколы, причем иногда просто потрясающие проколы, так сказать, которые допускают вроде бы как очень известные люди, они вообще до их избирателей, условно говоря, доходят? Там это известно? Ну, если брать последние пранки, если брать историю с главой Федеральной резервной системы США, то там был очень большой отклик, причем даже, как ни странно, все ведущие западные СМИ об этом написали, ну, пускай... И либеральные, и консервативные, и Блумберги, и финансовые рынки. Ну, еще пошла реклама ролика именно по Твиттеру среди даже не этих каких-то там мейнстримовых журналистов, а именно блогеров, которые, например, ну, больше такой вот альтернативной, там, про-трамповской, скажем так, точки зрения, или там независимые блогеры с миллионами охватами, потому что там даже вот эти, они разбили ролики на несколько кусочков маленьких, и там были реально миллионы. И плюс даже, когда был пранк с экс-президентом Франции, Алландом, да, даже отреагировал Илон Маск, потому что все начали публиковать куски. То есть там была история такая, что Франсуа Алланд сказал, что это не Россия нас обманула, это мы обманули Россию. По Минским соглашениям. По Минским соглашениям. И он сказал это цинично, настолько откровенно. И когда мы это выложили у себя в своих соцсетях, на это понятно, французские медиа не отреагировали, поэтому это все ушло в Твиттер, и поскольку оно сыграло такую интересную игру, в плане того, что этот эффект, то, что начали этот ролик пиарить именно твиттерские пользователи, и оно настолько начало раскручиваться, поскольку там официальные СМИ об этом не писали, что Илон Маск отреагировал, и он сам не поверил, что настолько цинично можно, собственно, высказываться. А, кстати, вот тоже такая штука, вот я не раз слышал, ну и потом опыт работы какой-то есть, действительно, вот те средства масс-информации такие основные, которые у нас довольно, так сказать, давно уже привыкли цитировать, ну, условно говоря, ведущие газеты, телеканалы и прочее, прочее, они на самом деле там, значит, на Западе теряют свою популярность, ну, оно, видимо, так это везде есть, да, и, соответственно, вот вы сказали, что как раз вот такие вот вещи не разлетаются в альтернативной среде, вот, как канал воздействия на аудиторию, вот вы как это оцениваете, и, может быть, это и есть, собственно говоря, там целевая, как бы, да, целевая аудитория, на которую подобные вещи должны быть направлены, потому что понятно, что какой-нибудь там Вашингтон-Пост или какой-нибудь Нью-Йорк-Тайм, что там пробиться с такими вещами невозможно, и там эти вещи заблокированы, забетонированы и так далее. Да, да, все так, и больше того скажу, что мы же стали, по сути, заблокированы только ровно как год, потому что до этого нас охотно цитировали и демократические СМИ, когда мы общались с республиканцами, и республиканцы нас цитировали, условно говоря, когда мы там общались с демократами. Кому что было выгодно. Кому что было выгодно. Мы играли, собственно, на этом. И мы оказывались на полосах даже английских газет, условно говоря, там The Sun, мы там были на первой полосе. То есть мы, когда были выгодны этим СМИ, чтобы разделаться с противником, они нас публиковали довольно охотно, потому что это было с точки зрения такой... Мы же были как бы блогерами, мы являемся сейчас блогерами, мы не принадлежим какому-то конкретному СМИ, государственному или так далее. Поэтому если там РТ нельзя цитировать или там еще какое-то СМИ, то нас они брали как такой независимый источник информации. Но вот год назад все изменилось. И это очень интересный такой прецедент, поскольку мы были заблокированы на Ютубе по запросу министра обороны Великобритании. — После пранка с ним, из-за того, что мы... — Это Бен Олес. — Бен Олес, да. — Слушайте, давайте послушаем пранк, тем более, что Сергей Александрович, вы говорите, я не спрашиваю как, я спрашиваю зачем, да? А вот я спрашиваю как, потому что то, что вы делаете, в любом случае, это еще и какое-то творчество, и какое-то актерство. Даже если этого не признается, да? Знаменитые пранки-розыгрыши, они всегда похожи в одном. Ну почему-то всегда смешно. Вот что бы там ни выходило по итогу, иной раз вы даже информацию добываете, мы сегодня и об этом расскажем. — В основном мы добавим и добываем. — Смешное здесь немножко... — Смешного там маловато теперь. — Наденьте, пожалуйста, наушники, кто их не надел. Давайте послушаем пранк с британской писательницей Джоан Роллинг, человек очень известный. — Вот там больше смешное, да. — Вот-вот-вот, вы от лица Зеленского с ней разговариваете, и вот что получилось. — У меня тоже культурная просьба, знаете? У Гарри Поттера шрам на лбу в форме буквы «З». Знаете, что это? — Молния, молния. — Ага, ага. Так можно ли как-то уврать этот шрам в связи с геополитической ситуацией? — Может, лучше украинский трезубец поставить наш знак Украины у него на лбу? — И хорошо сделать стрижку, как украинский чуб. — Я изучу этот момент. Может быть, мне было бы полезно сделать что-то с этим самой в социальных сетях. Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Я не знала, что они так делают, но это, безусловно, то, что я сама могу сделать. — И знаете, я тоже актер в прошлом. Я был актером. — Да. — Может быть, в будущем я продолжу. Я надеюсь, что примут участие в новом фильме о Гарри Поттере, когда особенно вы поставите украинский трезуб ему на лоб. — Ну хорошо, что хоть она улыбнулась. — Она улыбнулась, но я не знаю, поняла она или нет. — Она поняла 100%. — Смешно-то почему? Потому что вроде как серьезные люди выглядят в идиотском свете. И, видимо, даже когда чувствуют, что понимают, все равно вроде как уже обратно заднюю не включишь. — Она не поняла в итоге. То есть мы же с ней договорились о том, что она разместит ссылку на сайт поддержки Украины у себя в своих соцсетях. Ну мы создали такой сайт, который потом ввел на наше шоу на Рутубе. И она его разместила, и он у нее висел там то ли 4 месяца где-то. — Какая молодец. — И украинцы пишут, вы что себе там размещаете? Что за это там шоу, которое высмеивает нас? — Алексей, очень любопытный момент, вот лично для меня. А как? Вот вы дозвонились до очень известного человека, Джоан Роллин. Как вы доказали, что вы Зеленский? Ну как? — Кстати, озвучиваете вы сами? — Да. — Ну позвонил, сказал, я Владимир Зеленский, президент Украины. И она прям поверила. — Ну у нее есть агенты, у нее есть те люди, которые подобные разговоры организовывают. Значит, мы оказались убедительными для этих людей. — У нас же многие люди до сих пор думают, что мы где-то берем номера телефонов прямые этого человека. Где-то из воздуха, или спецслужбы дают, или там еще где-то в непонятных местах. И, значит, в любое время дня и ночи звоним на этот номер и говорим, там, это Зеленский, или это Путин, да, поговорите со мной. Вот и все сразу же начинают, а, да, Зеленский, конечно, жду звонка вашего. Начинают там на любые темы разговаривать. Но вот сколько мы объясняли, нет, это долгая работа. У нас 95% случаев телефонов нет никаких. Долгая работа через офис человека, согласование, там огромный штат помощников, пиарщиков. — И не обязательно даже штат должен быть. Это может быть какой-то другой близкий человек ему. Но и в том и в другом случае работает, опять же, методика убеждения. — А правда или миф? Сейчас коротко, что Трюдо, канадский лидер, прямо вот в легкую согласился с вами поговорить. Без всяких предварительных договорностей. — И вот еще одна причина, почему мы вспомнили про Джона Роулинг во время истории с Зеленским, потому что у нас уже была попытка в 2020 году с ней организовать связь, но от имени Греты Тунберг. И тогда нам Роулинг официально ее агентство отказало. Ну, там в плане, мы желаем удачи Грете, но вот разговор не состоится. Поэтому мы оставили контакты, и когда появилась новая тема, спустя два года готовились, получается. А с Трюдо, да, самое интересное, что с Трюдо Грета встречалась лично. Вот они сидели вот так, и минут 20 друг напротив друга общались. Но это не помешало ему так же прекрасно с нашей фейковой пообщаться по телефону за минут 20. — Мы, кстати, сами были удивлены, что он так просто повелся. — Но я могу сказать, что когда первые подобные политические розыгрыши появились, ваши, я тоже был сильно удивлен. Потому что тоже мы все в плену стереотипов, видимо, находимся. И, как мне кажется, вроде бы довольно трудно через аппарат всяких помощников, всевозможных младших подползающих пройти. И вот для меня лично это вывод о том, что многие из них, откровенно говоря, не сильно далекие люди и не очень хорошо образованные. Вот как вы оцените? Ну, я не буду тут умалять ваших достоинств, но тем не менее, да? — Порой офис человека, его помощники лучше профессиональные работают, чем самоначальные. — И тут ведь история в том, чтобы нужно предусмотреть психологию твоего собеседника. Нужно сделать так, чтобы после разговора с тем или иным человеком он понимал, что ты ему нужен, а не он тебе, условно говоря. Если ты сумел создать такое ощущение на том конце провода или еще как-то, то есть ты доказал ему, что ты ему нужен, тогда у тебя, наверное, скорее всего, будет успех. — Алексей, сколько вы готовите по времени? Какой-то пранк там какой-то вот? Это же не просто, это очень долго. И вопрос не только в том, чтобы через все звонки пройти. Надо же продумать содержание разговора. — По содержанию, в принципе, особо проблем нет, потому что мы сами уже этим занимаемся многие годы, поэтому какой-то общий массив информации у нас готов, и там всегда можем даже вот так разбудить, и там срочно на линии Макрон, там надо что-то с ним пообщаться. — То есть новостная лента есть в голове, поэтому можно всегда, да. — Ну, конечно, есть какие-то узкоспециализированные темы или какие-то специальные новостные поводы, когда готовимся. Вот, например, у нас были по экономике пранки с Кристин Лагард, с Паулом, главой ФРС, тогда, конечно, мы просили, какие лучше вопросы спрашивали у экономистов, что лучше уточнить, какие детали. — А вот очень хочется спросить, но я не уверен, что вам это нужно, отвечать на эти вопросы. Не про спецслужбы, нет. А про то, вот мне лично интересно было бы знать, вот, а с кем не получилось. Ведь наверняка же... — Со многими бывают. — Да, наверняка же, я думаю, что... А вот так вот, во-первых, с кем не получилось такое самое интересное, и вот если, например, в процентном отношении, вот получилось, вот не получилось, как это в 100%? — Сейчас, скажем так, доля того, что не получилось, она стремительно уменьшается в связи с опытом. И ты понимаешь, что уже не выйдет, какая идея... — Не пройдет. — Да. И какая, наоборот, обречена на успех. Поэтому мы предусматриваем сразу все минусы той или иной идеи, все плюсы. То есть, чтобы твоя легенда, которую ты придумал, она была идеальна. — Ну и, конечно, не повезет, допустим, в этом случае, повезет, может быть, в другом. Также вот типичный пример с Роулинг, и та же история с Джорджем Бушем была, когда в 20-м не получилось, в 22-м получилось. — Да, Джордж Буш отказал Грете Тунберг. — Ну, что касается проработанной, так сказать, идеи, то, конечно, самая проработанная, наверное, была Лимпопо и Аболит. — Ну, там, а была же вторая часть, тоже Грета... Это мы звонили от украинского премьер-министра про Лимпопо, а в 20-м году мы уже позвонили Максин Уотерс от Греты Тунберг, когда вот это была эпопея безумной девочки, которая обзванивала всех политиков и звезд. И как раз Максин Уотерс уже забыла про Лимпопо, то есть она не помогла этому маленькому несчастному острову, но Грета сказала, что есть другая, более важная проблема — остров Чунгачанга. — Ну да, и можно там продолжать дальше. — Это было, правда, смешно. — А, еще была история, там, в конце Грета сказала о домогательствах, рассказала о страшных... — О домогательствах Трампа, да. — Что он схватил, значит, он признался, что он работает на Россию, Грете, на ухо. — Причем это было 27 лет назад. — И Грета, а Максим, вау, как, ты должна выступить в Конгрессе, там, приезжай, мы организуем все слушания. — Слушайте, ну давайте я серьезно, вы же практически добыли информацию про то, что Минские соглашения — это была попытка водить нас за нос и так далее. — Можно сказать, что со всеми практически подпенсантами. — Ну, собственно, да, да, вот вы поговорили, добыли признание сначала Порошенко. Так как я вот работаю в информационном потоке, я очень хорошо заметила, что не все как-то обратили внимание, он тогда уже экс-президент, мало ли что он сказал, но вы дошли до Меркель. — Ну, обратил внимание президент соседней страны. — Да, да. Вы говорили с Порошенко от лица бывшего американского посла в Москве, Майкла Макфолла, его тоже все хорошо знают, но, по-моему, точное попадание в цель, я думаю, что Порошенко с этим человеком был готов говорить всегда, в любой момент, на любую тему. — Там все украинские политики, они когда слышали, ну, практически все, что Макфолл хочет пообщаться, то, конечно, конечно. — Все бросали. — Давайте послушаем вот этот разговор. Тогда мы впервые услышали, что Минские соглашения — это была завеса. — Ну, вы же помните 2014 год? — Мы тогда поняли, что война неизбежна. — Мы тогда поняли, что война неизбежна. — Не то, запустили? Ну ладно, давайте уже, да, слушай. — Но согласны ли вы с Тюрьмой, то выполнить Минские соглашения было невозможно? — Нет. — Я считаю, что это очень талантливо написанный документ. — Камон. — Но почему президент Зеленский сказал, что это невозможно? — Смотрите, пункт первый. Я не комментирую президента Зеленского. Почему? Потому что он борется против меня. Он хочет использовать этот фактор, чтобы нанести мне урон. Я сомневаюсь, что сейчас подходящее время для этого. — Это нарратив Путин, что Минский соглашение никто не хотел соблюдать. И Зеленский это дал понять, и это он использовал в своих целях. — Пожалуйста. — У вас большой опыт общения с Путиным на протяжении всей вашей политической жизни. Я написал книгу про это. — Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО. — Вот так. Вот все и услышали. Но тогда, повторю, такого резонанса не было. Когда вторая серия, когда вы с Меркель поговорили, вот тут уже, конечно, да, жахнуло. — Ну да, с Порошенко те, кто в эту ситуацию был погружен, все это прекрасно понимали. Но я, например, тоже был удивлен, когда потянулись гуськом и Меркель, и Аланта. Потому что, на мой личный взгляд, это было непрофессионально совершенно высказано. — Порошенко, понятно, он всю жизнь, у него есть своя борьба, ему надо тоже показать. Типа, я самый хитрый был всегда, и я вот, так сказать, и прочее, прочее. Но что касается Меркеля и Аланта, то, с моей точки зрения, даже учитывая то, что они там обманули, и если они обманули, то об этом точно не надо было говорить, как минимум. И тем не менее, как бы они развелись. Вот, кстати, есть этот момент какого-то глупого тщеславия, вот как на ваш личный взгляд. Потому что мне вот, когда я это услышал, мне показалось, что они просто, ну, что называется, попали в струю, как бы. Ну, и сейчас вот надо говорить, что мы все обманули Россию, ну, и я тоже скажу что-нибудь в этом роде. — Но стоит сказать, что мы ведь общались, мы общались с ними от имени самого Порошенко. То есть как раз того человека, который с ними это все и подписывал. И ему они на духу и сказали. — Давайте мы сейчас остановимся, слушаем новости и потом продолжим. — Вот зачем она это сказала? Потому что, с моей точки зрения, опять же, может, я там перегружен тоже, у меня своя профессиональная деформация. Но, как по мне, вот ей, даже если, ну, как бы она всех там обманула, ей не надо было об этом говорить никому. Тем более по телефону. — Ну, вообще все звонки этим персонажам, они строились, конечно же, на их тщеславии, в первую очередь. И то, что они с нами были достаточно откровенны, это как раз в том числе и заслуга. — Характерный пример — это АЛАНД, это там прямо сто процентов. — Рисовка. — Дело в том, что там же использовались простые методы. Вот если бы вы были президентом, такого бы не произошло. А вы самый величайший руководитель страны, на мой личный взгляд. И это, в принципе, открывало дорогу к их откровениям. — Лесть. — Что Порошенко. — Инструмент старинный. — Словно говоря. — И мы играли такую роль, для Порошенко мы играли роль такого психиатра, которому он мог бы пожаловаться на Зеленского. Что он, собственно, и делал на протяжении 40 минут. Для Меркель то же самое. Правда, Меркель в этом плане была более уязвима, потому что она понимала, что ее могут прослушивать, и ее могут прослушивать и нынешние власти в лице Шольца. Она поэтому сказала, что я не хочу ему мешать. И вообще она, в принципе, была напугана из-за того, что на нее оказывалось серьезное давление. Как раз от общественности. Из-за того, что она вроде бы успела сидеть на двух стульях, она и Северный поток поддерживала, и Минские соглашения. Но для того, чтобы угодить общему тренду, она, конечно же, призналась, что вот мы накачивали Украину. Для Меркель был основной момент, как она сказала Петро, что нам с тобой сейчас лучше сидеть тихо и не высовываться. Пусть правительство новое, а они за нас все решают. Пусть не трогают, действительно. Она действительно была напугана. И самое характерное, что она настояла на том, чтобы разговор был на украинском языке. То есть, несмотря на то, что мы даже ее пытались всячески убедить, чтобы она перешла на русский, она говорит, ой, я забыла русский язык. Я его уже не помню. В 2014 году забыла. В 2014 году я забыла. Но это же понятно было, что она это специально говорит, чтобы никто потом эти разговоры не вытащил из базы, где они хранятся все. Это настолько человек сейчас запуганный, когда-то возглавлявший один из серьезнейших канцлеров за всю историю Германии современной. Она настолько запугана, что даже на русский язык она не хотела переходить. Очень интересная, кстати говоря, деталь. Почему? Потому что она поверила вам, что это Порошенко. Да, но она действительно, судя по вашим рассказам, она постоянно держит в уме, что ее слушают, и что это может быть использовано против нее. Да. Что тоже характеризует политическую обстановку Германии в Европе. Она, скорее всего, вообще не хотела особо с ним разговаривать. Но из-за вешливости, и все-таки старый знакомый, какой-то друг, они вместе работали столько лет. Хотя раньше они на русском говорили. Это ведь факт. В частных беседах они общались на русском языке после 2014 года. Есть видео, подтверждение. Так что то, что она говорит, что я после 2014 года на русском не общаюсь, это полный бред. Ну и Франсуа Алант, один из самых, как говорят французы, никчемнейших президентов Пятой Республики. Ему, конечно же, понравилось то, что Порошенко его назвал одним из великих государственных деятелей. И что если бы был он сейчас, то, конечно же, Россию удалось бы задавить. Он поэтому был рад, собственно, вот это сказать. Удивительно. Президенты вообще странные. Индюк, ну да, там было видно, в принципе, что он такой, что ему прям очень хотелось. Как раз именно от того, что у него-то как раз веса всегда не хватало, и по большому счету он с этими минскими соглашениями попал в историю. Поэтому любой случай себя раздуть, хоть ты и бывший, и прочее, прочее. Попал в историю сейчас звучит несколько с разными. Но ведь он не просто попал в историю, ведь Янукович сместили при нем, и Франция была одним из участников подписания этого соглашения о регулировании политического кризиса, которое не было исполнено в итоге. И он при этом признался, да, действительно, Порошенко мне в Елисейский дворец привел, Бернард Анри Леви, который известен своей революционной французской деятельностью, что он мне привел его на смотрины, в тебя, когда мы Порошенко были, помнишь, как это тебя мне привели, и мы скинули Януковича. Да, это вот такие вещи интересные. Вот что касается Меркеля и Оланда, конечно, это вот прозвучало в такой политической повестке не смешно. То есть это было интересно, это было не смешно, и это реально стало фактом политической жизни. Но если это факт политической жизни, и вот вы говорите, лезть — это тот инструмент, который помогает открыть абсолютно любой вот такой ящичек, да, информационный, то чем вы, что вам помогло разговорить Стивена Кинга, писателя, и более того, зачем вы вообще к нему полезли, представившись Зеленским? Я бы сказал, какой-то кошмар случился. Он же совершенно не влияет. Ужас какой. Для него, для него действительно. Для него после еще этого пранка случился кошмар. Ну, расскажите поподробнее. Ну, там была история, что он опять что-то выступал. Вот когда тренд начался весной прошлого года, что там звезды все за Украину. Почему мы их вообще взяли, да, потому что они никогда вроде бы особо не были замечены к любви к Украине, когда это стало общим трендом везде. И мы на них обратились. Особенно Джона Роулинг вдруг она как-то очень полюбила. А давайте послушаем ваш пранк с писателем Стивеном Кингом. Он короткий, и заодно потом какой-то комментарий вы дадите. У нас, собственно, есть возможность посмотреть, послушать. Итак, вы знаете, что у нас нет нацистов. У нас есть националисты, украинские националисты. Люди, которые действительно любят Украину. Да, они... Это не нацисты. Это Азов. Конечно, они любят таких людей, как Бандера, наш национальный герой. Так что вы думаете о Бандере? Он жил во время Второй мировой войны и воевал против Советского Союза. Но он совершал некоторые преступления, но это не такие уж большие преступления. Конечно, иногда он совершал преступления против евреев, но вы знаете, это действительно важно, чтобы он был... Важно его использовать против Путина, его пропаганды. Да, всегда есть... Всегда можно найти что-то в людях, чтобы очернить их. Вот Вашингтон и Джефферсон были рабовладельцами. Это не значит, что они не сделали много хорошего для Соединенных Штатов Америки. И у всех людей есть недостатки. Мы люди. Есть вещи, которые мы делаем, иногда это выбор из двух зол, а еще есть правильные вещи, и это правильный выбор. Так что, знаете, в целом я думаю, что Бандера великий человек, и вы великий человек. Вообще, честно говоря, до этого момента я думал, что он уже умер. Ну, кстати, известный русофоб, он еще до всех событий активно интересовался Россией, там писал много гадостей в Твиттере, у нас многие об этом не знают. Многие его знают просто как писателя. Но он самый продаваемый, начнем все слова. Конечно. И очень интересный момент, что случилось дальше. Что? Когда опубликовали пранк, ну, ему начали писать в Твиттер, многие зарубежные именно как раз читатели, пользователи, и он начал оправдываться. Причем стали писать именно из Израиля, из Польши после вот этих слов. Проевреев, я понял, да. А он, первый пост был, это все тролльский бред, я ни с кем не разговаривал, все, там, отстаньте от меня, это пропаганда. И мы начали кидать вот это видео, чтобы как бы посмотреть, дед тут как бы, вот, видеодоказательства. В кепочке, причем вот флаг даже неправильно. Да, да, где-то кепочку отрыл. И, значит, потом, на следующий день он пишет, да-да-да, такое случается, но я на самом деле не знал вообще, кто такой Бандера. Я думал, это один из генералов Зеленского. И мы опять начали писать, кидать фрагменты, где конкретно ему говорят, что там тебе... Про Вторую мировую было. Сказали, да-да-да. И третий вот твит был, что ой, я вообще ничего не знаю. И вообще, я рад оказаться в компании тех людей, кого развели эти пранкеры. Там огромный список послушной с президентами. Вы послушайте, что они сказали. Вот они еще хуже, чем я. Не отстаньте от меня, пожалуйста. Что я-то, да, я-то что-то сказать, да. И что, никто никогда не грозил вам, что я вас накажу? Я на вас там, не знаю, куда-нибудь, пожалуйста. Ну, пожаловались на YouTube. Напустит туман на вас. Это все. Ну, ничего, я думаю, вы пережили. Ну, да. И после этого, как нас закрыли на YouTube, мы попали в черный список всех этих британских, СМИ европейских. Ну, прошла команда, да. Это к вопросу о свободном обществе. Кстати, пока был YouTube, потому что у меня тоже был канал на 800 тысяч, который закрыли как раз тоже в марте 22-го года. Это самое. А вот вы там могли же смотреть статистику? Мне интересно, статистика просмотров по странам, пока он был. У нас очень много было как раз именно иностранцев, потому что мы давно уже тоже занимаемся там. И какие-то пранки, вот, например, был пранк первый с Дудой еще в 20-м году. Там было 2 миллиона просмотров, и большинство из них из Польши. И нам даже поляки писали, что если бы развели нашего Дуду до выборов, там буквально за недельку, то не факт, что он бы выиграл президентскую гонку. Потому что в Польше действительно западная часть, особенно вот этот разговор, она всячески пиарила. Но в 22-м году мы развели его конкурента на тех выборах, мэра Варшавы Рафаэля Шасковского. Так что несколько уравновесили. Нет, все-таки два раза Дуду. Дуду мы еще второй раз в том году. Так что 2-1 пока что. Ну и друзья, ракета упала на территорию Польши, помните? Слушайте, ну так это действительно, однако может быть даже, так сказать, такой реальной политтехнологии. Например, в Польше скоро выборы. Совсем скоро выборы в Польше, да. И там реально действительно есть люди, которые, ну они тоже, может, Россию не любят, но это самое, боятся просто всех последствий, которые могут там дальше, так сказать, для Польши случиться. Советую вам подумать над этим вопросом. А слышите в свой адрес просьбы, ну заказ, наверное, неуместное слово, ну вот просьбы, а можно разыграть того-то, того-то, а можно поговорить с тем-то, с тем-то, вот на такую-то тему, и так далее. Открыть лавочку, да? Часто пишут, причем бывают такие очень смешные просьбы, например, там, я хочу связаться с Григорием Лепсом, я изобрел специальное кресло-качалку, и оно подходит только для него, можете ли связать. Или какие-то, ну, бизнес-идеи гениальные, как всегда, но для этого надо выйти на контакт исключительно с олигархами, вот поэтому свяжите с ними. Но советам есть, пишут. Ну вот один, Владимир, вы смотрите наш чат, да, уже посоветовали, что освежите с артистами, с нашими, с релакантами. Он просит, просит его развести, что он иноагент и шпион, но то, что иноагент, по-моему... Ну, мы повлияли и на культурную жизнь, можно сказать, в том году. Как? Ну, вы знаете, мы поменяли худрука театра Вахтангова. А, это вы хотите сказать, что вы прямо вот от ваших действий, от вашего пранка? Ну, давайте несколько слов, история тоже была громкая. Ну, там просто нельзя было не вмешиваться. После таких слов, да, худрук не мог оставаться. Там он радостно рассказывал украинскому министру культуры, что и Москву надо бомбить, и вообще, и при этом, сидя там, где он, в Москве, тогда в Москве, и зарабатывал деньги, гранты получал. Да, ну, это такая, да, есть такая интеллигентская забава. Причем, извините, перебью, как раз у нас по поводу того, что нам пишут, нам написал не так давно, как раз какой-то американский подписчик и порекомендовал, а, британский, британский, одного как раз интересного персонажа в Британии. Вот у нас на следующей неделе должен с ним разговор состояться. Давайте не будем секретировать. Ну, да, не будем секретировать. Ну, такой колоритный персонаж, на самом деле, мы о таком не знали, но как раз в нашу подборочку... Ну, хоть скажите, политик? Да, да, политик. Политик, да, ну ладно, подожди. Политик новой волны, как говорится. Сейчас очень соответствующий трендам и запросам западного общества. Ну, вот еще ваш пранк, один из, не знаю, наверное, не последних, я не в курсе, прям уж всех эпизодов, да, но 27 апреля этого года, опять же, от лица Зеленского, хорошо у вас получается говорить от имени президента Украины, вы пообщались с председателем Федеральной резервной системы США, Джеромом Паулом, уже вот в начале программы вы упоминали этот пранк, но любопытно получилось, давайте мы его послушаем, а потом какие-то детали еще в эфире прозвучат. Да, я знаю, я разговаривал с Кристин Лагард, и она сказала мне, что не имеет значения, кто выиграет в экономике, но победа будет за США, потому что США самая большая страна, и у них есть ресурсы, чтобы поддержать нас, военная помощь. Именно поэтому мы сильны, и будет только один победитель, у которого есть большая пушка, она сказала мне это. Звучит хорошо, мне нравится. Спасибо, дорогой председатель, спасибо большое. И один из моих последних вопросов. Что вы думаете о Давосе, как о саммите? Я принимал там участие, но я думаю, что он уже не так влиятельен, как раньше. Знаете, представители ФРС не посещают Давос. Мы больше называем его гламурным. Там много людей с большим состоянием, очень богатых людей с частными самолетами и тому подобным. Так что я знаю многих людей там. Я знаю, что Кристин участвует, Кристин Лагард и другие центральные банкиры посещают форум, но мы не участвуем. Я думаю, что это интересная группа людей. Там вы встретите многих лидеров мирового бизнеса и государств. Я думаю, что стоит поучаствовать один или два раза. Но там есть своего рода клеймо, связанное с... Я не знаю, это не лучшее место для ФРС. Если бы вы могли подарить мне печатный станок, я был бы очень счастлив. У нас есть такой, но мы храним его в подвале. О, хорошо. Но опять же, я знаю, что вы будете зависеть от помощи Запада и Соединенных Штатов. И я... Я не могу это контролировать. Но мой голос всегда будет на вашей стороне. Это действительно то, что я могу вам предложить, потому что это не наш мандат. Но поверьте, я вас поддерживаю. И так делают многие американцы. Очень много американцев. Хорошо. Или вы могли бы также построить 14-й банк ФРС на нашей территории? Да. Можно так делать. Позвольте мне вернуться к этому вопросу. Может быть, у нас будет резервный банк в Киеве? Ну, этот реальный масон, поэтому с ним не так просто. Его, так сказать, на Микене не разведешь. Но тот факт, что вы до него дозвонились, и он решил ответить, это уже интересно. Конечно. Ну, там была очень долгая беседа. На самом деле, он, наверное, не ожидал, что Зеленский будет ему задавать такие специальные вопросы. Там как раз про госдолг США. Потому что там было и про... Что актуально сейчас. Да. И про инфляцию, и про ставки, и про зарплату. Собственно, вот он про это не очень охотно отвечал. Продаводцам хорошо сказал. Слушайте, а вот у меня такой вопрос, это самое, а есть у вас какие-то, условно говоря, там, ну, какие-то, видимо, поклонники, там, в любом случае есть, да, есть ли какие-то подражатели, и появились ли какие-то фальшивки? То есть вас вот никто не пытался там разыграть, так сказать, да, или как-то там, скажем, там тоже использовать, или прочее, прочее. Потому что вот у многих, скажу я, как бы есть проблема фальшивость телеграм-канала и так далее. Нам пытался как-то этот спикер Верховной Рады Украины скинуть вирус, пинч на компьютер. Ну, он, видимо, подумал, что совсем мы... Лохи. Да, да. Он под видом того, что, значит, его команда под видом того, что, значит, сейчас вот тут темы беседы, хотим вам скинуть, посмотрите, пожалуйста, в этом, в RAR-архиве, заархивированном. Ну, как бы мы прекрасно понимаем, что такое здравое умение, кто не будет делать какие-то темы беседы в скайпе кидать в заархивированными. Такие, это, знаете, такие штуки для фраеров. Да, да, да. Мы, кстати, потом у нас была переписка именно вот на таком уровне. Ну, там привыкли вот этот такой сленг и такая манера, для них это как бы нормально. Там, я думаю, что какие-то местные бы... Да, и вообще, на самом деле, украинский истеблишмент, те люди, с которыми нам доводилось общаться, будь то вот Порошенко, мы видим, с синяками под глазами, видно, не совершенно... Пьет из горла. Не совершенно он в таком вменяемом состоянии, а до этого другие люди, там, министр иностранных дел Украины, который сидит в грязной одежде, щелкает сухарики, общаясь на серьезные темы. Ну, а что говорить, если президент, собственно, этой страны, понятно, как ведет себя по протоколу с другими лидерами? Ну, мы, да, мы сегодня как раз обсуждали, вот Макрон, президент Франции, заявил, что надо... Есть очень актуальная проблема, надо помочь населению Украины со срочной психиатрической помощью. Я думаю, кстати говоря, что здесь можно, так сказать, ухмыльнуться, а я думаю, что одна из причин такого высказывания — это опыт личного общения с ними, потому что он просто это видит. Да. Ну, и мы это тоже видим, будь то глава офиса Зеленского, будь то министр, будь там еще какой-то госслужащий, у них отношение такое по видеосвязи, будь там партнер или еще кто-то на таком языке, чуть ли там не переходящем на блатной, обязательно нужно показывать всяческие неуважение к своему собеседнику. Я помню, у нас как раз было видео еще в 21-м году, мы вышли в офис с офисом на связь с Верховной Радой, и, значит, от имени как раз оппозиционного политика в России оправдывались там по поводу Крыма, и там был глава партии Зеленского, слуга народа, и он вот реально возлежал на диване в грязной такой футболке, и причем руки вытирал об свою футболку, потом взял телефон, засунул там, извините, под попу, вытащил, что-то начал там набирать его. Это лидер партии на тот момент. Да, мне известны эти люди. Увы, осталось у нас буквально 8 секунд, используемых на то, чтобы сказать вам огромное спасибо, мы рады были видеть в нашей студии, ну что, Лексус и Лава, Владимир Кузнецов, Алексей Столяров были с нами, спасибо вам. Спасибо.